Валерий Седов В Рязанскую область снова направили медицинский десант. 330 подделок. Банк России поделился статистикой по выявленным фальшивым купюрам. Женские адреса истории рязанок в открытках. В Рязанском Крымле новая выставка. Прокат фигуристки Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине под музыку из фильма «Каруэлла» уже точно вошел в историю. Да и сама удивительная девочка с огненными волосами в мире спорта сегодня фигура знаковая. Саша единственная в мире спортсменка, которая исполняет каскады из четверных прыжков. Наша юная, но уже прославленная фигуристка провела для своих подруг настоящий мастер-класс, за которым внимательно следила Марина Романюк. Улыбчивая лучезарная девочка с огненными волосами. Одно ее появление на льду вызывает бурю восторга. 16 воспитанников рязанской спортшколы буквально ловят каждое ее слово. Потом тщательно выполняют все упражнения. От звездочки до фирменных элементов Саши. Луца, цака и, конечно, короночки медалистки Пекинской Олимпиады Кантеливера. Любой персональный фанат фигуристки знает, что номер под музыку из Круэллы сложился еще и потому, что образ близок спортсменке. Она сама обладательница нескольких собак. После проката Александра подарила всем участникам своего класса игрушечных лалматинцев, символов ее олимпийской программы. В Рязань наша мировая рекордсменка приехала со своим мини-пуделем Ланой. На соревнования девушка практически всегда берет кого-то из питомцев. Исключением стала Олимпиада в Китае. Конечно, такая встреча для юных спортсменов не просто мечта, но и мотивация. Для кого-то мастер-класс станет ярким воспоминанием, а кого-то мотивирует к достижениям. Сама Александра призналась, что после Олимпийских игр пока не находит в себе сил и желания участвовать, к примеру, в Кубке Первого канала. Но работу над собой не прекращает ни на день. Призналась, что иногда пробует на тренировках выполнить пятерной прыжок. Но пока это не отработка, а только попытки. Я считаю, что в программе это то, чем ты отличаешься от других. Мне кажется, что именно в «Энтеливер», как делаю я, кажется, это выглядит необычно. Я сюда старалась работать, и не гадали результатов такого, но уставала, отдыхала и шла по-новой. Единственный момент, когда я выполнил пятер, когда я пыталась, тогда, конечно, только времени не хотелось. Поддержка, поддержка близких, поддержка болельщиков, поддержка всех людей. Мне очень приятно, они очень много пишут, очень много говорят, и, конечно, я пытаюсь ради них. Еще совсем девочка с волосами, как у Рапунцель из мультфильма. По признанию спортсменки, именно благодаря этой героине мы можем наблюдать роскошные длинные волосы Саши. И уже в свои 15 легендарная фигуристка. Русская ракета с по-настоящему стальным характером и четкими целями. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Врачи областных медицинских учреждений по программе «Поезд здоровья» снова высадили десант на территории Рязанской области. В районы из-за пандемии медицинская бригада не выезжала уже несколько месяцев. Но принципиальное решение возобновить поездки было принято. Жители Скопинского микрорайона Заречный приезда врачей из областного центра, что называется, заждались. Диспансеризация, как известно, лучший способ диагностировать заболевания на ранних стадиях. Десант получился внушительным. В данном случае помощь оказывают все сотрудники медуниверситета. Это в основном ассистенты и доценты клинических кафедр. Тех специальностей, которые в данном населенном пункте наиболее востребованы. В данном случае невролог, эндокринолог, пульмонолог, лор-врач, стоматолог. Это сделано для приближения помощи к населению. Возрастная категория пациентов в селах и деревнях в основном за 60. Людям этого поколения сложно добираться до больниц и областного центра. Поэтому медики приезжают к ним. Всего за время работы в Скопине осмотрели более 100 пациентов. Причем на прием пришли не только зареченцы, но и жители соседних сел. В этой бригаде наш кардиолог. И смысл всего этого мероприятия в том, чтобы люди смогли ближе к месту своего жительства получить помощь специалистов. Потому что кому-то сложновато добраться до Скопина, еще сложнее до Рязани. Допустим, у таких специалистов, как пульмонолог, у нас в Скопине их нет. И он приезжает к нам на нашу базу, на центральную. И сегодня выезд в микро-район Заречный. Врачи из областного центра в микро-районе Заречный Скопинского района работали практически целый день. Все желающие смогли попасть на прием и получить нужные рекомендации и направления на обследование. Герман Гущин, телекомпания «Город», присодействует телеканала Верда ТВ. Коронавирусная инфекция тем временем никуда не делась. В Рязани выявлено еще 461 случай заражения. Такой информацией поделился Оперштаб. Таким образом, прирост за сутки составил меньше полупроцента. Еще в феврале эксперты заявили, что регион вышел на плата пятой волны. Это позволило убрать часть ограничений. В столице же со вторника, 15 марта, отменен масочный режим. Мэр Москвы объяснил такое решение стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. В Рязани же ношение масок по-прежнему обязательно. Поддельных купюр в регионе стабильно мало. Об этом заявили эксперты Банк России. Но фальшивки все же периодически всплывают в магазинах. Какую купюру подделывают чаще всего? Расскажем далее. Красная пятитысячная купюра стала самой подделываемой в регионе. Среди всех поддельных банкнот ее доля больше 70%. Всего же в Рязани выявили 330 фальшивок. И это для нашего региона не сказать, чтобы очень много. Среди которых 238 поддельных денежных знаков пришлось на пятитысячные купюры, 46 денежных знаков пришлось на двухтысячные купюры и 36 денежных знаков пришлось на однотысячные купюры. Банкноты более низкого номинала мало интересуют преступников. Так, за 2021 год была выявлена одна банкнота номиналом 500 рублей и одна банкнота номиналом 100 рублей. За 2021 год подделывали и монеты. Немного, конечно, всего 8 штук. По 4, 5 и 10 рублевых. Подделками отечественных монет художники-печатники не ограничились. Под удар попали и доллары. Тут на мелочевки не распылялись. Сразу взялись за крупные 50 и 100 долларов. Треть всех банкнот, которые находятся в обращении на территории Российской Федерации, это банкноты номиналом 5000 рублей. 22% составляют банкноты номиналом 1000 рублей. То есть преступники подделывают не только банкноты самых крупных номиналов, но и наиболее распространенные банкноты. При внимательном рассмотрении поддельный денежный знак можно определить самостоятельно. Евгений Шулист рассказал, как можно это сделать. Первым делом нужно посмотреть купюру на просвет. Так будет видно водяной знак, защитную нить и микроперфорацию. Потом следует провести проверки при наклоне и при прощупывании. Если купюра вызывает сомнения, то смело вызывайте сотрудников полиции. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Детский православный журнал «Ступени» в этом году отмечает свое 15-летие. Он неоднократно становился лауреатом и победителем как региональных, так и всероссийских конкурсов. В 21-м году детский православный журнал «Ступени» взял приз «Хрустальный журавль» на региональном конкурсе. Редакция православного журнала «Ступени» в этом году отмечает свое 15-летие. Первый номер вышел в свет в 2007 году и стартовала газета «Бодро». Выпуски были ежемесячными. Сейчас – раз в квартал. Как говорят авторы этого проекта, цель создания журнала была продиктована временем. «Хрустальный журнал «Ступени»» – это дочка, которая выходит в 1993-м году. И дети нам написали. В 90-м году дети писали, это другие, в своем родителе по почте. Это очень много. А потом, по рукой, все. Мы начали с понятия, чем дело. Ну, во-первых, потому что появился интернет, еще потом стало все ярко, красиво, все цветло. Мы поняли, что дети, чем на лед, все-таки уже скучно читают. И вот, по благословению предоставившей архивии, мы стали сдавать в приложение журнал «Бодро» газеты «Бодро» ступени. По словам главреда Ирины Евсиной, автором может стать абсолютно любой ребенок. В редакцию газеты ежедневно приходит большое количество писем и статей. Но печатный формат, увы, все менее востребован. Часть тиража раздают безвозмездно в детские дома, приюты, школы, библиотеки, колонии для несовершеннолетних. Можно говорить о том, что действительно дети действительно были участниками, участниками, издателями, рогами, полноценными авторами. Ступени, конечно же, несет вот то доброе, светлое, чего иногда в нашей жизни не хватает. Иногда вспоминается наш знаменитый детский фирмал советского периода, много миллионными тиражами издавающиеся. Эта литература периодически, как действительно, заформировала определенные взгляды, предыдущие взгляды мировоззрения. Это издание для детей, интересующихся православной верой, любознательных подростков, их родителей и учителей, а также библиотекарей. В выпусках журнала можно найти ответы священников на вопросы, получить разъяснение православного вероучения. Кроме того, здесь познавательные рассказы, викторины, конкурсы, а также рубрики про животных, историю, хобби, школу и многое другое. В общем, как считает редакция, ступени – журнал для всей семьи. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Документальные открытые письма с рязанскими адресами с конца 19-го – начала 20-го века в настоящее путешествие во времени. Женские адреса, история рязанок в открытках – коллекция, собранная историком и представленная всем интересующимся. Подробнее Марина Романюк. Основным экспозиционным материалом стали открытки из личной филокартистской коллекции Александра Дударева. К ним присоединились фотодокументы, женские аксессуары и городской костюм конца 19-го – начала 20-го веков из фондов музея-заповедника. Основной акцент выставки сделан на презентации предметов женской бытности, что в начале весны весьма символично. Первая открытка моя – это открытка, которая была отправлена из Германии в усадьбу Костина, где проживал Николай Яковлевич Никитинский, известный селекционер картофеля. Эту открытку отправила матушка своей дочери Ольге Николаевне, и в ней она рассказывала, как они с отцом отдыхают на водах. В принципе, люди в то время писали в открытках фактически то, что мы сейчас пишем в электронной переписке. Александр не только собрал эти письма, но и узнал биографии от правительниц и получательниц. Например, эта старинная открытка пришла в Рязань 26 марта 1912 года на улицу Нижняя Николы Дворянскую. Ее высокоблагородию Павле Алексеевне Соболевой. Прошло 109 лет, сменился век и уклад жизни. Уже практически не шлют друзья и знакомые друг другу бумажных открыток, а дом стоит на прежнем месте. Кстати, он был первым частным зданием в городе Рязани, подключенным к электричеству от центральной станции в 1913 году. И вот эта открытка на несколько мгновений очутилась там, куда ее принес когда-то рязанский почтальон. Проект возвращения старинных открыток к рязанским домам продолжается, и постепенно он превратился в целую тематическую подборку, часть которой можно увидеть в Рязанском Кремле. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова